Редактор субтитров А.Семкин Вы из какого общества, ребята? Трудовые резервы. А что, Динамо бежит? Все бегут. Спортивное общество госбезопасности, а затем и милиции. Динамо основано в 1923 году, чтобы заботиться о физической форме чекистов. Успехи динамовцев будут подтверждать особый статус спецслужб в СССР. С первых же дней советской власти, несмотря на огромные трудности, пролетарский спорт стал расти не по дням, а по часам. Молодежь тянется к спорту, говорил Феликс Эдмундович Дзержинский. Мы должны создать красные спортивные организации. Спортивная инициатива войск НКВД Москвы быстро вырастает до всесоюзной. Управление чекистов и милиции есть в каждой области страны. Почетный председатель спортообщества Феликс Дзержинский. Рабочий председатель Генрих Ягода. Кадры кинохроники 1923 года. Первые шаги первого советского спортивного общества. Своими руками строили динамовцы первые спортивные базы. Динамо быстро выходит в лидеры в разных видах спорта, но главная страсть – футбол. Все на футбол. Энтузиазм болельщиков неописуем. Команда «Динамо Москва» возникает сразу как профессиональная. Ее домашнюю арену, стадион «Динамо», возведут уже в 1927-м. Московский стадион «Динамо». От исхода матча между московскими командами «Спартак» ЦДСА во многом зависит, кто же станет чемпионом страны по футболу. Обе команды на 4 очка отстали от лидера московского «Динамо». До появления «Лужников» это главный спорткомплекс страны. ПЕСНЯ Одноименные стадионы строят во многих региональных центрах. В футбольных чемпионатах страны и Кубке СССР кроме москвичей за награды будут бороться киевские и тбилисские «Динамовцы». Наш микрофон на московском стадионе «Динамо». Сегодня встречаются две динамовских команды. Это киевляне, обладатели Кубка Советского Союза и чемпион страны москвичи. Их покровители – могущественные главы соответствующих чекистских и милицейских ведомств. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова